Слава Господу! Мы совершим эту молитву вечером, потому что у нас не так много времени, но я хотел бы также поделиться словом, и главный стих, который я сегодня хотел бы прочитать, это Исайя 66 глава. Так говорит Господь, небо, престол мой, земля, подножие ног моих, где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все это было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим. Знаете, Бог говорит, что где место его покоя? И я хотел бы немножко использовать, чтобы мы думали во время всей этой проповеди, я хотел бы сразу объяснить меня, потому что это очень сложная тема, и множество примеров, чтобы мы смотрели, сфокусировались на том вопросе, Бог задает, где место моего покоя? И Бог отвечает на этот же стих, Он говорит, вот на кого я презрю. Вы знаете, что все мы, вы христовы, мы христовы, как бы, что мы христиане. И само слово христианин, оно значит принадлежащее Христу или принадлежащее кому-то, да, или к дому Христа. Но слово Христос это греческое слово, и оно пришло не просто так, оно ниоткуда это взялось. То есть было слово, у нас есть в русском языке, мы заимствовали очень много слов. Мы заимствовали слово Мессия, мы заимствовали слово Христос, или, как еще говорят, Машиях. Все оно означает одно и то же, оно означает помазанник. И вот когда Бог говорит, что вот где место моего покоя? И есть такое место в Библии, когда первый раз помазывали Давида, царя, когда Бог сказал, Самуил, уйди и помашь мне другого, да? И когда он пришел и помазал, там написано, и Дух Божий почивал на нем. То есть после того, когда совершил он помазание, Дух Божий начал почивать на Давиде. Конечно же, жизнь Давида, она очень особенная жизнь, и само слово Давид, оно значит возлюбленный, да? Возлюбленный помазанник, если так уже говорить, да? Или Христос. И в Библии очень часто слово помазанник, оно много раз употребляется, встречается и говорится о том, что вот это мой помазанник, вот это мой помазанник, вот это мой помазанник. И когда мы говорим помазанник, что мы подразумеваем? У нас есть два значения, да? Вот чаще всего два значения. Поэтому, когда я буду говорить Христос, Мессия, помазанник, я говорю об одном и том же. Но в жизни мы как-то так построили это на разные вещи. Мы знаем, что Божий Дух почивает в определенном месте, он почивает на определенном человеке, которого он называет помазанник. Но что такое помазание? Откуда оно взялось? Откуда оно пришло к нам? Может быть, это традиция, обычай или это закон? И когда мы начинаем вникать в Божье Слово, в Библию, Вы знаете, в первый раз слово помазание, оно употребляется с тем случаем, когда, помните, Яков, он ушел из дома отца своего, и вот он лег спать. И когда он лег спать, он на место под голову свою положил камень. И ему приснился сон. Помните, да? Ту лестницу, где он увидел ангелов Божих. И он после того, когда он проснулся, он совершил определенное действие. Он взял елей и вылил на этот самый камень. И потом он сказал определенные слова. Он как бы заключает с Богом завет. Это место, я не знаю, можете высветить, 31 глава книги Бытия, 28 глава книги Бытия, 18-19 стих. Потому что переводят братья, чтобы высветили этот стих. Когда он это сделал, то он произнес определенные слова. Что он сказал, что, Господи, если ты дашь мне хлеб, чтобы есть, если дашь мне одежду, чтобы одеться, и если я с миром приду сюда, на это место, то я устрою тебе здесь дом Божий. И говорит, и все, что я приобрету, я тебе дам 10-ю часть. Почему он это делает? Позже, уже в 31 главе книги Бытия, Бог говорит, это впервые употребляется это слово, что он сделал помазание. И когда мы начинаем смотреть в закон, то мы видим, что очень часто помазание использовалось. И Бог даже заповедал делать помазание. Вот эти все священные сосуды, храм, скиния, они все должны были быть помазанными. Так же, они не просто так же, они должны быть. То есть помазание это не относилось только к людям, оно относилось так же к предметам. И чтобы понять, что оно значило, оно значило для того, что вот этот предмет, который посвящался, или та же скиния, жертвенник, который обязательно нужно было помазать, или этот дом, который находился, то есть его помазывали, его посвящали для служения Богу. Он становился особенным, он становился святым, он становился освященным. И когда мы начинаем смотреть на это, я хотел бы несколько примеров, которые я хотел бы обратить наше внимание. Первый – Моисей. Моисей был помазанником Божьим, но нигде в Библии так прямо не написано, что вот кто-то пришел и взял и помазал этого Моисея на служение. И очень часто, когда мы смотрим, вообще в Библии есть порядок, когда человека помазали. И всегда в Библии есть три вещи – пророк, священник и царь. То есть когда человека ставили во пророка, в царя или в священника, его обязательно совершали помазание. Хотя с пророками мы не так, это хорошо может быть ясно или видно. Есть такой как бы случай, помните, когда Бог говорит к Ильи. Когда он обратился, иди, говорит, помашь мне Иуя на царство, Азраила на северное царство, а Елисея помашь мне во пророка после себя. То есть Бог повелевает ему тоже сделать. Хотя мы, может быть, не видим все это, как оно буквально совершалось, но Бог повелевает это сделать. И вот этот случай, что когда, допустим, был помазан Моисей, может быть, нету это так прямо, но мы знаем, что Моисей был пророком и был помазанником Божиим. И когда он говорил, что он поставил еще такой пример, сама жизнь его, его священство или как бы начало его служения, оно было с того, что когда он родился, Бог уже сказал его родителям, как бы сказать, они увидели, что дитя было прекрасное, и они не захотели его сохранить. После того, когда они его захотели сохранить, его нашла служанка, услышала плач и взяла его в царский дом. То есть идет как бы история, когда он возмужал, прошло, может быть, 40 лет, когда он находился в доме фараона, он вышел к братьям своим. И что произошло? Его отвергли. После того, когда отвергли, и он понял, что открылось его, то, что он убил египтянина, что его будут преследовать, он убежал, написано, в землю Мадиамскую. И еще 40 лет находился, и пришел момент, когда он пас овец на горах, и он увидел куст ежевики, который горел. И когда он подошел к этому кусту, который горел и не сгорал, когда он подошел к этому кусту, что Бог заговорил к нему. Вы знаете, я сам себе подумал так, что вот если бы этот Моисей сказал так, Господи, я косноязычный, я не умею говорить, фараон меня хотел убить, как бы сказать, мне и тут хорошо, и в доме тестя моего, и афора. Может, не надо. Вот, как бы сказать, был бы он помазанником Божьим, то есть был бы он помазанником Божьим, если бы он просто не пошел, или не ослушался того повеления, которое было ему дано. Почему я об этом говорю? Потому что, когда мы говорим, что мы христиане, и мы говорим, что Дух Божий находится на нас, мы знаем, что Дух Божий пребывает, почивает на ком-то, на нас. Есть местописания, которые прямо говорят, что он находится на нас. Ну, допустим, если мы не отвечаем на призыв, потому что буквально елей, помазание, как бы сказать, может быть, не каждый переживал это на себе. И вообще, как бы в Новом Завете интересно, что есть только пару мест, может быть, где буквально заповедано, или как бы было повеление мазать маслом. Первое, это в Евангелии Марка, когда Иисус послал апостолов, и вот они, когда пошли, написано, что и они мазали больных маслом, и те исцелялись. Или есть место такое у Якова, написано, если кто-то из вас болен, то призовите пресвятеров в церкви, и они сделают что? Помажут елеем во имя Господней, и человек будет здоров. То есть, как бы есть такие местописания, где необходимо или нужно было совершать, вот это как буквально с елеем, буквально с маслом. Но если мы посмотрим на эту сторону того, что Бог призывает человека. Как вы думаете, вот, допустим, Бог помазал, допустим, открыл волю, когда после совершалось вот это помазание, потом обязательно была какая-то речь. Вот когда Бог, допустим, наставил, Самуил наставил Саула, он что ему сказал? Он ему сказал, допустим, слова наставления, а потом помазал его. И вот это вот помазание, оно совершается в трех вещах, то есть, как я говорил уже, в царя, в священника, и когда помазали пророка. Если мы проведем вот эту параллель между Христом и, между Иисусом и Моисеем, потому что они оба были как бы Христа, оба они были мессией, мессией, как бы сказать, или помазанниками. Но Моисей сказал, что пророка, как меня поставит вам Господь, его слушайте. Когда он говорит или указывает, что он говорит, что он будет что-то говорить, очень важное. И вот, если так просто, даже параллели, что обоих как бы хотели убить в детстве, да, вот Иисуса, там, младенцев перебил Ирод, или там Моисея, фараон, оба как бы воспитывались в царском доме. За Иисуса есть так написано филиппийцам, что он оставил царство, или как бы сказать, славу неба. Когда он написано, и принял образ раба на себя, и стал послушным, сделал себя подобным человеком. То есть ему нужно было отказаться, и Моисею нужно было отказаться, то есть он тоже должен был отказаться от своего как бы царского положения ради чего-то. И вот есть одно такое место, которое говорит, что поношение Христова почел для себя большим приобретением, да, богатством. Когда мы говорим о поношении Христовым, очень часто люди могут поношить, ну, Христом, это значит Иисуса Христа, или как бы еще так. Но само слово, как я уже говорил, Христос, помазанник Мессия, это одно и то же слово. То есть он выбрал для себя участь быть гонимым. И апостол Павел говорит, и мы гонимы, и до сего места гонимы. Когда он говорит о христианах, он говорит, а если кто-то пострадал как христианин, то не стыдись. Вот два раза буквально слово христианин есть в Новом Завете. Первый раз они начали называться в Антиохе христианами, второй раз он говорит, если будете страдать как христианин, не стыдись этого. Христиан гнали, помазанников гнали. И когда мы посмотрим на это, почему же такая тяжелая, как бы, жизнь или судьба? Мы знаем, что Иисус сделался священником по чину Мелхиседека. Вот если мы посмотрим, когда было помазание у Иисуса, мы знаем, что, да, его, как бы сказать, тоже он сопереживал ближним, но если мы посмотрим именно на служение Мелхиседекова и посмотрим на жизнь Иисуса Христа, Иисус Христос, когда Он родился, Он был первенец. Был. Теперь по закону Божию первенцы чьи? С момента исхода. Божьи написано. Так же, да? И когда они сделали себе литого тельца, Бог что сказал? Он сказал, Он выбрал себе колено Левина, потому что оно возревновало о Боге. Он говорит, в этот день вы посвятили руки свои Богу. Они взяли на себя священство, возревновав о Господе. Точно так же было когда-то с Финиесом, когда он возревновал и вошел в шатер одного израильтянина. Понимаете, Бог дал этому человеку священство, потому что он ревновал о Боге. И Бог точно так же. Но что было делать с первенцами, которые Бог сказал, они Мои, они осветились? Тогда Бог через Моисей дает законе, что каждый первенец, который родился, должен выкупить, совершить выкуп, чтобы выкупить себя, душу свою от священства. Теперь, когда мы смотрим на Иисуса Христа, Иисус Христос не был искуплен. Он не был выкуплен от священства. И интересно, что если мы посмотрим, как бы сказать, что да, когда исполнились дни очищения, написано, они пришли, и вот как сегодня совершалась эта молитва, Симеон взял Иисуса на руки и благословил. Так же произошло. Но нигде нету слова для того, чтобы, там написано, принесли горлицу за мать, чтобы мать могла участвовать также в жертвовании. Но нигде написано, что он принес деньги, чтобы выкупить Иисуса от священства. Иисус остался, как сказать, обязанным служить. Это не первый случай. Допустим, мы можем посмотреть на Самуила, когда Бог пообещал Ане, что даст ей сына. Да, она, помните, молилась, и священник Илья сказал ей, иди, говорит, и будет по твоей молитве, как ты просила. И когда пришел день, когда она родилась, муж ее позвал, говорит, пойдем на праздник в Иерусалим. Он сказал, нет, я не пойду. Я обещала этого сына, когда он подрастет, я уже пойду. Не 40 дней, но 2 года прошло, когда она не ходила в Иерусалим. Но когда 2 или 3 года она пошла, она оставила его там. И Самуил остался служить Богу. Он был первенец. Он не был искуплен, и он был священником. Он принял на себя священство. Вот это первородное священство. Но теперь, если мы посмотрим в закон, я хотел бы прочитать некоторые местописания, также касающиеся или относящиеся до священников. Допустим, Исход 40 глава. Это, я начну читать с 9 стиха. «И возьми Елея помазание, и помашь скинью и все, что в ней, и освети ее, и все принадлежности ее, и будет свято. Помашь жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и освети жертвенник, и будет жертвенник святыня великая. И помашь умывальник, и подножие его, и освети его, и приведи Аарона и сынов его ко входу в скинью и собрание. И омой их водою, и облеки Аарона в священной одежде, «И помажь его, и освети его, чтобы он был священником мне, и сынов его приведи, и одень их хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне, и помазание их посвятит их вечное священство в роды их». Мы видим, что здесь был порядок, что они должны были, то есть Бог заповедал, чтобы все было освящено или уже было посвящено, в конечная стадия было обязательно помазание. Но когда он говорит за священников, он говорит несколько, то есть первое, их нужно было привезти туда, второе, они должны были омыться, третье, они должны были облечься, и только потом должно быть совершено помазание. Когда мы говорим об Иисусе Христе, то Бог послал перед ним притечу, помните, как его звали? Иоанн. И его служение написано, он не сотворил никакого чуда, но он был один из самых-самых-самых-самых важных людей во всем служении того времени. Почему оно было очень важно? Потому что он должен был посвятить Иисуса в священство. Вот это водное крещение, когда Иисус пришел к нему, и он ему говорит, «Господи, мне нужно было принять крещение от Тебя, как бы мне нужно от Тебя креститься, а Ты пришел креститься ко мне». Что ему Иисус, помните, сказал? «Ибо так нам надлежит исполнить всякую правду» или «праведность». То есть он пришел, и вот это помазание священства, посвящение священников, оно всегда так было. Вот любой священник, который вставал на служение, другой священник, а Иоанн был священником, помните, да? Захарий, отец его, Елизавета, мать его, из Авиевой череды, он должен был совершить вот это омовение, когда он облачался и совершал вот это посвящение на священство. И мы видим, читаем в Новом Завете, что когда Иисусу исполнилось 30 лет, он пришел к Иоанну, и Иоанн преподал ему это, водное крещение. Когда мы говорим очень часто о водном крещении, иногда люди задают такой вопрос, а зачем Иисус принимал водное крещение, он же был безгрешный. Если он не совершил никакого греха, то зачем ему было это водное крещение, потому что, когда очень часто говорится об этом, что преподавая водное крещение, вот эта прошлая жизнь, она совлекается и облекается в новое. Но такой был заложенный Богом порядок, и Бог это сделал наперед, чтобы все Писание совершилось. Он посвятил Иисуса в священники, но Иисус был также и пророком, Иисус также был и царем. И когда мы говорим об этом, что Его служение, что Он Мессия, что Он есть тот самый и никакой другой, то я хочу прочитать одно место, это как апостол Петр говорит. Вторая глава. Это вторая глава «Деяния апостолов» и 35 стих, 36 стих. Когда апостол Петр, заканчивая свою речь, он обратился и говорит такие слова. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». То есть, когда Он говорил Его заключительные слова, когда Он описывает жизнь Иисуса, Его предальство, Его жертву, все вот эти события, Он говорит «Твердо знай дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом». Что Он есть тот самый определенный Мессия, Христос, который есть Господь всем нам. Почему я об этом говорю? Что Бог ищет место своего покоя. И помазание, которое сегодня совершается, которое мы видим, может быть, которое совершалось на Моисее, которое было так же самое на Иисусе, которое так же самое сегодня и есть, которое Господь дает именно нам. Никому-то. Господь сегодня дает помазание. И вот это служение, может быть, кто-то, люди подумают, «О, неплохо быть царем, да, или как бы сказать, чтобы меня сегодня пришел, кто-то там помазал, взял рог и лей, как Бог когда-то сказал, и вылил на голову». Но есть места Писания, которые очень часто употребляются в этом плане, что и помазание, оно использовалось. Допустим, Иисус, когда говорит за пост, Он говорит, «Не будьте уныл или печальны, как лицемеры, да, но когда постишься, что сделай? Умой лицо твое, а второе, помажь голову твою елеем, да? А зачем нужно во время поста помазать голову елеем? Зачем это нужно сделать или зачем это необходимо?» То есть есть вещи, которые один брат, он так рассказывал, когда мы ездили еще на гору здесь, на Мирикл Маунт, то он говорит, что «Я, знаете, я решил буквально это исполнить». Мы понимаем, что у нас все духовное, очень часто мы все переводим духовное и себя оправдываем, что нам не надо обязательно ничего делать. Но он находился три дня в посте, он утром встал, умыл лицо свое, говорит, «Я помазал, я взял елей, простое оливковое масло и намазал себе голову, говорит». И я в этот день, говорит, когда встал на колени, я очень сильно исполнился духом и молился. Может быть, это совпадение, может быть, это такое. Он говорит, что «Но я пережил вот это присутствие покоя места Божьего». И мы знаем, что Давида, допустим, когда помазали на царя, его помазал потом еще дом Иудин, его потом после помазал весь Израиль над собою. То есть вот это помазание совершалось, это не было что такое «О, один раз и все, как бы, кстати, точка на этом». Но когда мы смотрим на то, что если мы христовы или помазаны, то есть не просто, что мы, как бы, люди, которые… Вот мы христиане, это какое-то, как наша фамилия, да, христиане. Вот, как говорят, Иисус Христос, как бы Иисус – это имя, а Христос – это его фамилия. Или, как бы, он говорит, ты кто? Я христианин. Ну, это ни о чем не говорит. Как бы, сегодня оно настолько потеряно, как бы, христианин, и этот христианин, и этот христианин, и этот христианин. Но когда мы говорим действительно о сути, сути Евангелия, о сути вот этой жизни, о сути того помазания, где место покоя моего, сказал Бог. Бог. Неужели нам нужно быть только всегда, когда нам очень тяжело? Да, Бог так говорит, вот пророк Исаия, он так сказал, что вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом. Бог действительно, когда люди сокрушаются и плачут перед Богом, в какой бы они проблеме ни были, Бог отвечает, Бог презирает, Бог спешит на помощь. И мы знаем множество свидетельств людей, которые пришли к Богу, уверовали, когда они даже были абсолютно неверующими, атеистами, но когда наступил день скорби, тесноты, и они обратились к Богу, взыскали к Богу, искали Его близости, Бог оказался рядом. И так же самое, когда мы говорим сегодня за верующих людей, за тех людей, которые сегодня трепещут перед Словом Его, которые ищут этого Слова, люди, которые ищут вот этот страх, премудрость Божию, люди, которые хотят исполнить Его волю и ревнуют об этом, то помазание Бога будет на нем, Он будет там. Интересно, что очень часто, когда мы смотрим на людей, мы хотим, чтобы кто-то за нас помолился или кто-то особенный человек совершил молитву, и мы вот люди уже так по привычке говорят, ну ладно, я чувствую, что я грешный, ну давай я найду там, ну кто-то Папу Римского там, или обязательно может быть пресвитер, или там еще кто-нибудь там. Человек совершит молитву за меня, такую посредническую молитву, потому что это же как бы такой человек особенный. Вы знаете, Бог дает, и Бог хочет успокоиться, и Бог ищет себе человека. Мой главный как бы цель, готовы ли мы сегодня? Слышим ли мы этот призыв сегодня? Говорит ли нам наша совесть? Понимаем ли мы то призвание, куда нас сегодня призваны? Потому что не все колено Левина, хотя там написано во время, когда они сделали селитового тельца, и все колено вышло, и он сказал, в этот день вы посвятили руки свои Господу, да, вот определенное колено в народе израильском, оно стало особенным коленом. Оно стало как бы выше колено, чем другие колена, оно должно было предстоять Богу в служении, но не все левиты стояли. И вы знаете, когда сегодня нам дается вот эта честь, быть слугами Божьими, быть помазанниками Христа, может быть нужно нести вот это поругание или какое-то несправедливое к себе отношение ради того служения, ради той близости с Богом, нужно от чего-то отказаться и что-то понести. Считаем ли мы это богатством, приобретением и честью или нет? Поэтому, говоря об этом, что я хотел бы, чтобы мы, когда преклоним свои колени, чтобы мы попросили Бога, чтобы в жизни своей, в заносчивости своей, в суете, в каком-нибудь простом вот таком, как бы сказать, пустоте, потому что сегодня очень много шума, да, и когда вот, допустим, вот этот шум суеты, который окружает нас, иногда мы даже не слышим голос Божий внутри себя. И я это вижу, как бы сказать, люди перестают читать Библию, люди начинают реже молиться, люди перестают что-то делать во имя Бога, делать, жертвовать во имя Иисуса Христа, делать что-то. И как бы сказать, он остается христианин, может быть он не убийца, не блудник, еще какого-нибудь там, не вор. И как бы сказать, вроде бы ходит на служение, но вот этого помазания, вот этой близости уже нету. И мы знаем вот этот случай, когда с Саулом, ведь Саул был и помазанник Господен, и был, и лей был на него вылет, но пришел момент, когда он дошел до такого состояния, что он начал искать кого? Помните, ворожку. Ему нужно было узнать голос Божий, он уже, какая разница через кого, хоть через ворожку, вызови мне Самуила. Вы знаете, люди верующие до этого доходят. Поэтому, чтобы, видя даже все, что вокруг нас происходит, насколько бы мы заняты и не были, насколько бы нам не было тяжело в работе, насколько бы нам не было, как бы сказать, наша жизнь так построена, там, у кого-то школа, у кого-то работа, у кого-то еще какие-то проблемы в семье. Помните, что быть помазанником Божиим намного лучше. Потому что, если мы что-то жертвуем, если сегодня мы что-то даем ради присутствия Бога, ради того, чтобы быть с Ним в общении, когда наступает момент трудный, когда наступает время тяжелое, у нас есть кому обратиться, у нас есть кому идти, у нас есть всегда тот, кто рядом. Поэтому и мы будем помнить об этом. Я хотел бы, чтобы мы сами расположили свое сердце для того, чтобы Божий Дух и сегодня, и на этом месте касался наших сердец. Потому что мы, сегодня закончится это служение, и, конечно же, мы пойдем домой. У нас будет обед, и вечером будет возможность. Но если мы действительно ищем не просто вот это даже прийти в собрание, а насколько мы ищем самого присутствия Бога, чтобы обратиться к Нему, чтобы прославить Его, чтобы в песне сказать Ему, воздать Ему славу. Вы знаете, мы будем искать этого присутствия. И я благодарю Бога, что Он дает нам еще это доброе время, дает эту добрую погоду, мирное небо. Знаете, все, что мы имеем, это не заслуга наша, да? Бог, по великой милости, когда-то позаботился о нас, и сегодня мы имеем это благоприятное время. Поэтому будем искать Его всем сердцем. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok